И снова здравствуйте дорогие друзья, киберспортивный вечер вместе с ECS продолжается. Ну и на повестке дня очередной бой Virtus.pro. Вместе с вами у микрофонов Кван Ильин. Привет-привет, друзья. Это карта Demirage. Возможно, четвертое поражение подряд за сегодняшний день получит Virtus.pro. Возможно, получится отжать у NVIAS хотя бы одну карту. Как бы там ни было, посмотрим. NVIAS в защите, Virtus.pro атакует. Вы все это видите и сами. Апекс пошел поджимать антиграунты и залетает у него по-бялому, что ли. Как этот фраг смог сделать Апекс? Еще и NBK прокидывает с Nexa, которого предварительно сам же Апекс и надамажил. Вот это тимплей. Какая-то жесть. Уже даже Апсервер переключил нам с Апекса и он, тем не менее, сделал этот минус. Правда, Кенис заигрался без поддержки тиммейта, но чудеса. Вот просто французские чудеса. NBK убил Пашу. Опять же, стрельба спасает. Возможно, она спасет. И Хэппи прямо сейчас на него десантируется. Один из игроков команды Virtus.pro. Это был Нео. И Хэппи забрал его, при этом не потерялся. Но оно и понятно. Хэппи профессионал. Видит последнего. Это таз на коврах. Нужно повесить хэдшот Хэппи, но Хэппи оформил его раньше. Неудачная, крайне неудачная пистолетка для Virtus.pro. При этом с неудачей она началась с самого начала. Как только Апекс пошел поджимать антиграунд и как только он сделал свой фраг, ну и, конечно же, после этого каждый размен был в пользу команды NVIAS. Все мы помним про кит от NBK. Трехочковый. Чисто на стрельбе сейчас вывезли французы. Ну а вот поляки вроде бы и по Апексу вдвоем стреляли. Вроде бы и центр более-менее заняли. Но, тем не менее, счет 1-0. Кстати, Аркаду-то Медла встречает сейчас Нео. Скаут уже реализован. Кенис. Ай, все-таки закрывает с Некса большинство за NVIAS. Ну еще и NBK в спине на шарте. Конечно, позиция очень читаемая. К ней должны быть готовы поляки в первую очередь. Но если NBK словит удачный тайминг, сможет сделать один, а то и два фрага. Хотя, по всей видимости, скорее всего, эти самые фраги сделает Кенис. Если только его не заметил пробегающий по Медлу Нео. Если информацию польской команды относительно местонахождения Шраба появилось, то ему здесь придется не сладко. Хотя MP9 очень скорострельное оружие. ТАС подбирает Тек-9. Ну и Кениса просто давит. Что ж, нашли Кениса. НBK слишком долго убивал на самом деле парня в коннекторе. Это раунд 2 в 2. Вот, правда, Хэппи уже переместился и под базу Б никого не пропустит. Нео очень грамотно спрятался. При этом непонятно почему, но ТАС своему тиммейту помочь вообще никак не может. И Хэппи идет! Что ты куда-то идешь? Угол был расстрелян моментально и максимально. 1-1. Виртузпро наконец-то делает это. Они выигрывают форсбай. Вообще на Коблстоуне, все мы помним, тоже. Виртузпро в основном залетали или раунды дефис ошибки соперника команды НВАС, или просто экономические, которые Виртузпро выигрывали. Там 1 или 2, по-моему, таковых было. Ну, конечно же, НВАС делают ответный форсбай для французов, как и для поляков это стандартно. Ну и их стрельба вполне позволяет что-то подобное сделать, особенно с таким укреплением окна. Сразу 3 французских игрока находилось в Виндове. И это позволило им мало того, что двух поляков забрать, третьего оставить красным, четвертому снести больше половины хеллспоинтов. К такому Кубан не готовил команду Виртузпро. Французы втроем заняли окно, остались при этом, как мы видим, в численном преимуществе. Поляки биты, по полякам была инфа. Ну и, как мы видим, попытка просто выйти 2 плюс 1. Парень с дымом в руках идет. Вот поляков такое ощущение, что просто опережают. То есть каждое их действие, оно уже прочитано командой НВАС, и НВАС делают все для того, чтобы этот самый раунд, эти самые действия законтрить. Например, вспомните выход команды Виртузпро на мидл, ведь они решили, что коль скоро у соперника будет ответный форс, наилучшая идея будет раскидать занять мидл, и потом уже от этой точки отталкиваться для выхода в какой-либо из плентов. В НВАС сыграли на опережение. Что они сделали? Часто ли вы видите трех игроков на форсбай в окне? Нет, не часто. Это сработало, это деглы, затем прожим ковров, и здесь французы оказались сильнее и дальновиднее, нежели Виртузпро, и ответный форсбай от команды Виртузпро на этот раз, и паша везет. До конца гейминг показывают нам поляки, при этом начинается все с энтрики Ла. Нео реализовал калашик, сейчас теряют, как мы видим, двоих французы. Вот это мираж, вот это действительно жесткая зарубка намечается. Принципиальная уже, можно сказать, баталия на этой карте. Сейчас так точно, в принципе, стили игры у Виртузпро и у НВАС, наверное, схожи. Виртузпро все-таки больше делают ставку на тимплей, НВАС больше делают ставку на индивидуальную игру, но агрессивны и те, и другие. Сейчас же, ну, поляки по-прежнему в большинстве, при этом в очень весомом, после того, как Нео сделал фраг по Сиксеру, у Сиксеру удалось сделать один минус, но этого недостаточно. Не самый жесткий девайс в руках Хэппи, есть какое-то количество гранат, он выкуривает таза с плента, но это все не имеет значения, потому что Пашка Бицепс уже со своим деглом был на позиции. Отлично! Как мы видим, форсбай за форсбаем идет, и у поляков, и у французов. Ну, снова-таки непонятно, зачем французы, выиграв свой форсбай, пошли в агрессию, осознавая, что у поляков, скорее всего, будет контр-форс в ответ. Но все это уже история. Посмотрите лучше на бай. Команда НВАС прямо сейчас. Это еще один форс. Уже пятый раунд у нас на наших экранах, и ни одного эка мы так и не увидели. Волюшка, волюшка к победе. И у одних, и у других тут пытаются помериться своими крепкими. Вывалили на стол уже французы. Сиксер, энтрекилл, туджапик в засаде. Да ладно, неужели получится? Получается, получается выйти в преимущество. После того, как Кеннис повесил хэдшот с Некса, ситуация выровнялась в пользу НВАС. Более того, Кеннис ваншот, ванкилл, но лак, джаст вакс. Сколько там, трипл килл и подобранный АК-47. Кеннис, Раб, еще один взятый форс. Ну что же, ответная закупочка, судя по всему, да. Поляки пошли в разнос. Я даже не знаю, чего уже ожидать. Раунд за раундом забирают то Virtus.pro, то НВАС. Но на лане мы бы, наверное, такого не увидели. Точно нет, но здесь полякам терять нечего. То есть, с одной стороны, НВАС свою карту уже отжали, они сохраняют свое второе место в группе. Ну, если, конечно же, выиграют и этот матч. Хотя, наверное, в любом случае они его сохранят. Кеннис. Два минуса с Калаша, третий от Апекса. И снова-таки размены. Команде Virtus.pro ничего не принесут. Хэппи должен принимать обоих игроков. Получается, заспрейт СЮМП. 45. Что же там ТАСС? Как-то долговато он забирал Хэппи. При этом сам остался с 30 хп. Но бомбу поставят лучше, чем ничего. Да, судя по всему, вот эта жесточайшая серия разменов раундами все-таки закончится победой французской команды, если, конечно, ТАСС нам не покажет. Невероятный клатч раунд. Апекс топает, но там уже из Китчена отрабатывал. Отработал Сиксер. 4-2. Двойное преимущество за Кеннисом и компанией. Да, и здесь любопытно, что все-таки Virtus.pro поставили бомбу. Это даст им возможность, скорее всего, закупиться. А значит, на седьмом раунде мы по-прежнему не увидим ни одного экономического за всю карту. Пусть она только началась, но статистика очень-очень интересная. Такое тоже увидишь не часто, как и укрепление окна на форсе, что нам продемонстрировали NVIAS в третьем раунде. В общем, такой матч интересный у нас намечается. Хотя у Virtus.pro форса, скорее всего, не будет. Да, не хватает им денег на какой-то адекватный бай. Это 2.700, 2.800, 3.100. На такие деньги, ясное дело, не закупишься. И форс делать на такие деньги, с другой стороны, тоже бессмысленно. Да, максимально продуктивное решение делают поляки. Это экономический раунд. Закупили там какое-то количество гранат, дигл без армора. Но, судя по всему, все-таки пятерка весьма вероятна сейчас на табло возле французского коллектива NVIAS. Интересный, на самом деле, бой. Вот поляки отдали три карты, проиграли эту серию форс боев. Сейчас вновь нужно тащить. Обязательно. Но в этом раунде важно хотя бы поставить бомбу. Мы видим, что Virtus.pro рассчитывают именно на это. Закупают некоторое количество гранат, чтобы как можно с меньшим сопротивлением встретиться при этом выходе. Но очень хорошая позиция от Sixer, очень грамотный саппорт от Kenny S. И бомбу Virtus.pro не устанавливают. Счет становится 5-2. Пока немного статистики. За три месяца шесть выигранных и семь проигранных миражей у команды NVIAS. При этом одно из этих поражений они получили как раз-таки от команды Virtus.pro. Что касается самих поляков, хотя, ну, не скажу я, насколько это адекватная статистика, но с SHL.tv все-таки 2 выиграно, 5 проиграно. А когда-то Virtus.pro считались королями карты миража, но, судя по всему, давненечко уже не в самой хорошей форме находится именно эта площадка. У польских медведей, ну, кстати, вот сейчас интересно действует кенис. Ай-яй-яй! И он убил. Да ладно? Ну, это все-таки кенис, хотя, конечно, отдаваться не стоило. Тем не менее, Таз загулял в шорте. И здесь важно, насколько эффективно звено на шорте справится с выходом через ковры. Никак не справляется. Апекс ловит плохой тайминг, ведь он должен был заходить третьим на шорт, по всей видимости. Но сделать этого не получилось. Сиксеру нет, наверное, особого смысла убивать. Хотя сейвить, может быть, тоже нет. В принципе, если найдет один фраг клач, один у два, он вообще не в состоянии. Но нет, пропускает соперников ковры и тут же получает спрей сквозь смоук. Это фраг для Биаловой, третий раунд для ВП. Польские мишки вообще не сдаются. Они понимают, что ладно, там те три карты, их уже можно забыть. Они просто не пошли, но вот отдавать четвертую подряд, тем более и Мираж, вообще никак нельзя. Ну, сейчас получилось вертусам подловить соперника в неудобных таймингах. Опять-таки и Кенни смещался, и два парня под шортом выстроились буквально в одну линию. За что и были наказаны. Сейчас французам нужно брать, иначе начнутся эко-раунды. Но вот тут куда-то фостанул Снекс, то ли по респауну, хотя у них один Б, один Миддл. Просто вышел и умер. Вот такое создалось впечатление. Ну, наверняка у него был какой-то супер хитрый план, но Апекс стал непроходимым препятствием в этом. Более того, вот вы видели, Апекс свой интрифраг сделал где под ямой, да? Да, он просто... И потом переместился на Миддл, переместился свое внимание на андеграунд, сделал килл там. И снова-таки ушел, чтобы сделать третий минус по тазу. Угадайте, где на коврах точки А. Апекс делает три интрифрага, и все три он делает на совершенно разных точках. Режим охотника сейчас включает Апекс. Абсолютно свободный художник, бегает куда хочет, находит свои минуса. Ну и, конечно, если этот парень попадает, французам очень легко брать раунды. В итоге без потерь. Одного Апекса там покоцали, но по факту раунд был очень уверенно взят французами. Да, если бы Апексов после трех киллов на совершенно разных точках еще не покоцали, было бы уж совсем странно. Ну, согласитесь, Дэн сыграл как господь бог, это 6-3, при этом седьмой тоже НВАС будет отходить. Вертус Про не сваливаются в какой-то суперфорсбай раунд. Очевидно, что на таких этапах взять его будет уже очень и очень сложно. Решают разыграть раунд под Б с пистолетами. В принципе, какую-то дыру они там нащупали, поэтому их выбор вполне естественный. Хотя под Б они, может быть, и не пойдут. Да, спускается, как мы видим, трое в метро, при этом звено вместе с бомбой будет открываться через центр карты. Досадный промах Кенниеса, он прекрасно считает весь этот раунд, закрывается смачком, видит. Ну что ж такое не летит у Кенниеса. Было две возможности дать фраги, за это могут, кстати, покарать игроки ВП. Ну, НБК, точнее, Апекса вроде как не считают, и Снекс, конечно же, здесь был в безвыходном положении, разве что какой-нибудь фраг на развороте. Хэппи прекрасно слышал Бялова, который залазит на апдаун. Легкий фраг должен быть для Шопенгауэра, так и есть. Паша бицепс один в два. У него нет девайса, у него есть всего лишь первый армор, что станет, наверное, причиной его смерти против двух сайленсеров. Хотя посмотрим. Паша и сам в состоянии повесить два ваншота. Нужен хэдшот сейчас Паше, при этом он весьма неплохую выбирает, мы видим, позицию, открылся через коннектор. Его тут абсолютно не ждали, правда, все еще без винтовочки этот парень. Лезет в окно. Нет, нет, ой, нет, лезет все-таки, да, в окно. Нет, не погибнет, кончаются патроны у Апекса, это жесть, конечно же, конечно же, Хэппи на второй волне приема с красным Пашей расправляется, но попытка была неплохой. Знаешь, если бы он после этого фрага просто залез бы в окно и убежал на точку, возможно, он бы выиграл, выиграл эту ситуацию. Это моментальная карма какая-то, он убивает Апекса без патронов, сам начинает релодиться и его в такой же ситуации ловит. Уже второй француз. Паузы, кстати, вот мы отмечали, что почему-то не использовали тактические паузы поляки на Кобблстоуне, сейчас вот он тот самый Тим Ток. Ну, наверное, тут чувствуют, что могут поляки, если там совсем все не получалось, то здесь какие-то признаки жизни все-таки подают с Апекса компания. Да, с другой стороны, на своей карте, которая на бумаге считается сильной, лететь со счетом 3.7 никому не хочется, именно с этим, наверное, и связана тактическая пауза. Потому что девайсные раунды, увы, не идут. Два из трех раундов, которые вот есть у Virtus.pro в копилочке, они взяли на фарсе. Ну, мы помним, это был второй, четвертый, если я не ошибаюсь, да? Да, так и есть, поляки боролись, пытались выиграть эту серию форсбаев, но Envy, опять-таки, обеспечили минимальное преимущество, потом выиграли раунд за два, первый ключевой девайсный, ну и вот теперь уже у них в активе семерка, а VP после тактикал паузы будут пытаться удивить. Ну и сейчас у них нет VP, зато есть пять калашей, очень плотные раскидки и позиции под выход на точку. По крайней мере, сейчас все выглядит действительно так. Игроки Neo и Snacks ждут поджимов СБ, затем аккуратно смещают свое внимание на андеграунд, туда и будут выходить. Наверное, суперсплит, хотя мы видим, что ни одного из игроков Virtus.pro в коврак, например, на точке А нет. Да, любопытный сплит, если пойдут все-таки до последнего на базу А, то у них двое в коннекторе, один прикрывает на шарте. Вот, наверное, это было бы максимально правильным сейчас решением. Там так и будет, правда, без дыма в КТ, я даже не знаю. Так, где открываются, ты посмотри, открываются игроки Virtus.pro, просто теряют гранаты и просто умирают. Они выходили на прицел. Да, Кеннис сидел в самой, наверное, читаемой и стандартной для снайпера на точке оппозиции. Это был долбан, снайпера там сидят постоянно и не только снайпера. Что же сделали Virtus.pro, вы прекрасно видели сами. Открылся один погиб, второй открылся погиб, 8-3, первая половина уходит французскому коллективу. Более того, у Virtus.pro совершенно никаких денег на бай нет, они покупают пистолеты хоть на что-то. Ну и здесь вот даже нельзя сказать, NVIAS с одной стороны очень хорошо играют на мираже, то есть мы видим их нестандартные агрессивные действия, очень самоуверенные, что в целом, скажем так, характеризует команду NVIAS. Но вопрос здесь в другом, почему Virtus.pro не могут с этим справиться? Ведь они готовились, они понимали, против какого соперника будут играть. Это не Dignitas, не Flipside, которые сидят по картам. Ну, браво, Sixer, NBK, Apex. Ясно, понятно, вот выход в смоу, смерть, слава богу, Паша хоть кого-то забрал, 9-3. Но эта катка приобретает все более и более драматичные оттенки, дамы и господа, ведь преимущество по первой половине уже трехкратное. Да, к сожалению, поляки не смогли зацепиться на Cobblestone, и сейчас повторяется та же ситуация. На карте Mirage какие-то отдельные раунды, какие-то форсбайи они выигрывали, но в общем и целом мы не видим уверенного нападения. Вот позапрошлый этот выход просто на контакт. Накупили кучу калашей, тяжелые арморы, но ни один смачок не залетел в плент. Соответственно, раунд был проигран, 9-3, уже тройной разрыв между командами. Ну и сейчас, может быть, под базой B удастся наконец-то прорвать эту пока железобетонную оборону NVIAS. Да, но вообще практика показывает, что против NVIAS раунды в атаке на Mirage можно выигрывать, в основном, играя против точки B. То есть, если все сделать грамотно, то у NVIAS-то могут возникнуть проблемы. Но пока у Virtus.pro получилось взять только один раунд под B. При этом абсолютно отсутствует контроль центра карты. Мы видим, тут два парня уперлись в этот молотов, Кеннис дает entry kill. По-моему, очередная данная. Легкая приемочка. И вновь на прицел, все умирают с кучей хаешек, флешек на руках. Просто разрыв. Нет. Не день сегодня команды Virtus.pro, не день для игры, наверное, потому что проигрывать три карты и сейчас четвертую еще проигрывать в салат. Ну, счет показывает, что это действительно салат. Даже не факт, что первая половина приблизится к таковому результату на первой карте. На первой карте все закончилось со счетом 5-10, но здесь далеко не факт. Посмотрите, к пистолету Virtus.pro, какие-то гранаты-арморы. Ну и 11-й и 12-й даже для французов на горизонте может замелькать. Да, вспоминая Cobblestone, получались максимально простые раунды. То есть 5А, 5Б, 5 Яма там ходили. ВП, и это работало. Сейчас, наверное, нужно где-то к этой схеме сейчас возвращаться. 4 Миддл, 1 Яма. Вот просто и со вкусом. При этом Апекс уже в который раз проявляет чудовищную самоуверенную агрессию на мидле. Он одного забирает, второго и третьего забирает НБК. Апекс принимает четвертого Virtus.pro. О май гад! Они даже не поняли, что вообще произошло. Казалось бы, на коннекторе лежал смок. Ну зачем игроку защиты через этот смок прорываться? А вот он прорвался под флешку тиммейта. Сделал два фрага. НБК тоже сделал два. Ну и раунд 2 Virtus.pro. Снова таки не получилось. Они снова не поставили бомбу. Ясно, что несмотря на это, байф последним у них будет полноценный. Но вот перспективы всей карты Demirage уже выглядят не то, что не радужными. Они вообще никак не выглядят. Печально, печально все это, конечно, смотрится. Дают французам играть. Вот если бы Апекса пару раз наказали за эту аркаду, он бы не рашил смок. Но чувствует свободу, чувствует уверенность в себе француз. Ну и соответственно 11.3 Virtus.pro. Плывут, плывут очень жестко. Тут интересно даже другое. То, что Апекс поджимает всегда и поджимает постоянно ни для кого не секрет. Но с каждым разом его поджимы становятся все более и более наглыми. Ладно там поджим Яма, да? Ладно поджим Мидла в паре с Кеннисом. Но черт возьми, просто вываливаться в мидл через свой же смоук, это уже не то, что наглость. Это просто безумие какое-то. Несмотря ни на что, у Апекса это работает. Против Virtus.pro. Virtus.pro сейчас находится на третьем месте в мировом рейтинге. NVS, друзья, они находятся даже в десятке. У них 11 место. Happy слышит своих соперников на коврах, открывается с калашом под свою же флешку. Хорошо и благошку. Снекс подошел через шорт, но в упоре Апекс принимает пашу бицепса. Хоть какие-то размены получилось навязать сейчас польскому звену. Как мы видим, по итогу они остались три против двоих. Кеннис. Интересная позиция. Есть первая флешка, вторая. Но что-то как-то своей же флешкой и закрыл сам себя. Ну, бывает. Да, в любом случае половина для NVS выдалась очень успешно. Здесь даже нельзя сказать, что плохой перформанс от Happy. Ему не хватило саппорта. Потому как, ну, мы же видели, с Некс его забрал в спину, заходя с шорта. Непонятно, где в это самое время игрок на шорте у команды NVS находился. Но неважно. 1-4 в любом случае фантастическая половина. С другой стороны, Мираж, особенно у такой команды, как NVS, может быть очень интересен. На сюрпризах, в частности, во второй половине. Потому что многие команды умеют здесь хорошо защищаться. Но вот атаковать — это уже вопрос более интересный. Вот тут минимум сюрпризов, по-моему, будет от французов. Раунд из паблика. 4-B, 1-Middle. При этом Сиксера вообще без печали. Он просто бежит и занимает плент сейчас. Оп, а тут никого. Да, ну на кухне двое. Не знаю, даже поляки решили сознательно бы плент отпускать. Или просто так получилось. Но как бы там ни было, его придется убивать. Паша на дальнюю. Настригает NVK. Второй, третий фраг от Азо и также от Паши. Кеннис. Ну, здесь уже отчаянная попытка продавить Китчен на стрельбу. Но не вышло. Сиксер. 40 кпм. 1 в 4, конечно же, умирает. Как бы вообще бомба в шорте оказалась? Вот этот вопрос меня волнует. Парень побежал туда и получил по затылку из Китчена? Или что это вообще было? Ну, видимо, кураж какой-то. Типа, ай, мы зашли в пустой ЭБ, сейчас расстреляем поляков, которые АФК. Но не так все просто, говорит нам Паша и компания. Да, АФК только лысый. 11.5. Конечно же, форсбай от NVS. Они не ставили бомбу, соответственно, дороги. Ко взятию или хотя бы к баю подобного раунда, конечно же, открыто. Между прочим, Virtus.pro, посмотри, играют так же, как и NVS. В первой половине вновь агрессия на мидле. Мы видим здесь и Snacks. Очень самоуверенно занимает коннектор. Контролируя выход из андеграунда, к этому французу должны быть готовы. Но нет. Кенни все-таки получает по голове от Snacks, ровно как и Сиксер. Сам Януш Погорельский остается с 12 хп. Откидывает очень клевый молоток. Ну и раунд, по сути, разваливается. Ну, будем надеяться, что все-таки собирают сейчас потихонечку оставшиеся силы Virtus.pro, мобилизируют весь свой скилл и продемонстрируют нам такую же непробиваемую оборону. Потому что NVS, ну, по первым двум раундам не радует своих фанатов. Ждем появления девайсов, но это будет только в девятнадцатом по счете раунду. Да, между прочим, пока немного статистики по взятым ланам и Virtus.pro. Последним первым местом был Gfinity. Нет, не Gfinity, прошу прощения, а Dreamhack Zowie, который прошел несколько месяцев назад. После этого занимали они в основном вторые места. Это второе место на эпицентре, например, на ВЭСГе нашем третье. Не дошли они все-таки до финала. Ну, или хотя бы куда-нибудь еще. Ну, а что касается NVS, они как раз-таки выигрывали Gfinity. В общем, произошло это тоже несколько месяцев назад. Ну, и после этого только третьи, четвертые места. Даже вторых не было. Третьи, четвертые они заняли совсем недавно на Нортон-арене. Ну, видимо, NVS все-таки сфокусировались на ИЦСе. У них есть уже отличный шанс попасть, по крайней мере, на ландфиналы. Напоминаем, в начале декабря, по-моему, с девятого по одиннадцатое число пройдет финальная часть этого замечательного турнира. 750, по-моему, тысяч долларов будет отыграно. Финал будет в США. Так что запасайтесь кофе. Будут у нас ночные трансляции. Да, 19-11 декабря. Манахайм, штат Калифорния. Солнечная Калифорния. Интересно, что ИЦС решили перенести финал именно туда, в Соединенные Штаты. Видимо, наша гипотеза относительно роста американской аудитории в просмотрах Counter-Strike действительно недалека от истины. Но пока же первый девайсный раунд, которого мы все так долго ждали. От команды NVS начинается он с провалов. С провалов, с провалов от Virtus. Проса одной стороны и с фантастической стрельбы от Натана Смита с другой. Сразу три хэдшота вешает NVK, еще и четвертого на дамаж. Очень жесткая драка в центре карты. Даже до плентов толком не дошел весь этот экшен. Серия фрагов оставляет бедолагу Таза последнего. А, и нет, все-таки дожал в спину. Я хотел сказать, еще и Хэппи не убьет в бок. Но нет, получилось сделать фраг. Тем самым скомпрометировал свою позицию Таз. Ну и NV, наверное, где-то должны уже на B выходить. Отличная точка Сиксера. Вот тебе и девайсный. Вышел NBK Middle, дал три фрага и до свидания. Да, это тот самый NBK, который на самом-то деле показывает нестабильные результаты в последние несколько месяцев. В одно время он считался в пятерке лучших так точно, но вот как-то подздал. А в последние несколько месяцев сейчас же он снова набирает форму. Рейтинг уже за три месяца практически приблизился к единице. Но это значит, что к концу года и началу следующего NVS могут... Вообще набрать форму Сиксером очень серьезный NVS. Единственное, чего не хватает, это стабильность и какой-то уверенности в своей игре. Так-то команда очень сильная, очень жесткая. Пока же NBK не везет. Апекс в размене. 4 в 4. Ну что же, действительно, размен есть. Проблема только по здоровью. У Апекса 16 кп, правда, это не мешает ему быть на 3 атаки. Префайеры по коннектору именно этот парень обеспечивает. Ну и, по-моему, это тот же раунд в медле, кто кого убьет. Ну вот Хэйпи сейчас, я вообще не знаю, на что он рассчитывал, если честно, прыгая. И в попытке забрать соперников в прыжке, в шарте, это вообще такого не видел никогда. А почему ты скинул просто ему? Давненько уже эти фишки не работают с прыжками. Я не знаю, работало ли вообще такое. По пульке как-то. Ладно, на Дасте, да, вот на Дасте, типа на Аппленте, это еще работало. Но вот так вот против шарта стреляться, на Мираже такое увидишь нечасто. Но ладно, попытка не пытка, не удалось, а ладно. В следующий раз повезет Хэйпи, в следующий раз залетит Апекс 16 кп. Ну, ясное дело, что здесь вероятность выиграть такое в пределах погрешности. Тем не менее, Дэн Мейдес Клэйр, тот еще тертый калач, может потащить и такое. Интересно, я его сейчас прочекаю. Да, проверяю все-таки Биали, ловит удачный для себя тайминг. Ну и, казалось бы, все плохо. Отдали три карты, в салат первую половину слили Virtus.pro. Но я смотрю на табло, 12-8, денег у французов нет, и уже как бы камбэком тут попахивает. Да, при первой половине 11-4, конечно же, сейчас видит счет 12-8. Еще Эко у соперника очень-очень клево. Что же делают Инвяз? Вот сейчас они нам покажут, как нужно ставить бомбу на Эко на точке А. У Virtus.pro этого, по-моему, не получилось сделать ни разу в первой половине, хотя попыток было немало. Сейчас же Инвяз, имея некоторые гранаты, есть на данный момент один смок, две флешки, пройдут и попробуют эту самую бомбу поставить. Кстати, может им помочь тот факт, что непосредственно на точке А находятся только два игрока. Ну, правда, позиции весьма неплохие у поляков. Скорее всего, дым им не станет помехой. А вот флешка может, в принципе, кого-то и ослепить. Начинается выход, должна уже, да, хелпа бежит, хелпа в джангли. Но Энви выползает-то сейчас на самом деле. Ну, что со стрельбой? Виктор, Войтас. Это была досадная ошибка, несмотря на то, что Бялый, однако, был флешен, и он смог найти свой первый фраг. Затем уже без блайнда сделал второй. Хэппи, отчаянное сопротивление. Он остается один. Снекс его тушит. Но все было на достаточно тонком лице, если можно так выразиться. Бялый был в блайнде. Если бы он не словил такой удачный спрей, его бы забрали, и Энви смогли бы даже за раунд побороться. Но если бы до Кабы, это уже такое. Наверное, слишком медленно все-таки выходили Энви. Да, у них был первый минус, но команда Virtus.pro четко осознавала, куда направили свой вектор атаки французы, перестроилась, и, в принципе, даже бомбу не поставили Энвиас. Оп, тут уже 4 хп снекс. Кстати, мне кажется, вот сам факт отсутствия установленной бомбы и не дал Энвиас возможность закупиться сейчас. Мы видим у них еще один эко. При этом бай чуть ли не хуже, чем в предыдущем. В предыдущем хоть какие-то гранаты и арморы были. Здесь же нет, кроме пистолетов, ничего. Бай на 3000 у Энвиас. Энвиас вообще денег не тратил, что любопытно. Наверное, он дропнул Диггл Кеннису. Кеннис все-таки снайпер. Денег ему нужно больше. Сам решил отыгрывать с блоком. Ну, Апекс уже погиб. Тасса забирает Энвиас следом. Ну, и какой-то вот раунд не сдался с самого начала. Да, по-моему, поляки после того, как у Снакса осталось всего лишь 4 хп, четко поняли. Там 5 деглов. Мы сейчас можем одиночными выпадами раскачать всю эту движуху. Так и получилось. Хэппи вроде бы прорвался, прокрался под точку B. Ну, и тут его, как мы видим, находят польские мишки. 12-10. И вот он долгожданный, наверное, девайсный раунд. Хотя такой девайсный у нас-то получается. То есть, ну, понятно, что деньги будут. Но, знаешь, там даже не по 5000 у каждого было. Это вызовет некий дефицит, например, по раскидкам. Мы видим, что не хватает у Энвиас на... Ну, по 4 гранаты у каждого. Ну, а Кеннис, как мы видим, без армора. Дали бомбу ему, две флешки. Сказали, пытайся просто кого-то убить. Ну, и, кстати, французы правильно делают, что не идут в центр. Потому что до этого все ключевые девайсные раунды проигрывались именно под медлом. Они там плохо размениваются. И сейчас вообще никого нет в этой позиции. Очень хорошее решение от Энвиас. Ведь все мы помним, экономический раунд под точку A у них почти получился. Сейчас же они решили, что на точке A сидят не очень интересные люди. Их можно будет продавливать. Например, Бялова уже продавили. Тас, я думаю, должен отлетать следом. По нему есть инфа под коврами. Сиксер даже себя в обиду не дает. Но его прокидывает красного Сиксера. Но это уже вряд ли изменит ситуацию. Большинство у Энвиаса не зацепились за текущий раунд. Но где же бомба? Бомба в яме. Она уносится. Энвиас уходит с точки A, которую они уже практически заняли. Вот это поворот. И при этом на коврах Happy все-таки остается. Однако и Virtus.pro играют на опережение. Они зачитывают эту стяжку бомбкерри. Какой интересный раунд. Тут Майнгеймс 99-го левела. При этом Нео сейчас может стать супер-сюрпризом. Там так и есть. Хотя парный выпад. К нему были готовы. Вот это да. Действительно красивый КС. Неожиданно жесткий раунд. Ведь Энвиас раньше так не играли. Ведь у них таких тактических заготовок особо и не было. Помнишь, как прямолинейно они играли раньше? И насколько интересно они попытались, у них получилось. В итоге сыграть сейчас. Они зашли на большинство. Точнее большинство это самое разыграли. Они дали очень плотные раскидки на точку A. Казалось бы, ставь бомбу в смок. Уходи, разбегайся и выигрывай раунд. Но Энвиас далеко не так просты. Они сначала пошли под B. Забрали типа в андеграунде. Потом обратно пошли под A. Растащили остальных. Ну и 13-10. ВП, конечно же, к такому не были готовы. И не могли быть готовы. Очень гибкая, очень ситуативная игра Энвиас. Координатор там пропотел на максимум в этой ситуации. Но отвечают поляки поджимом сейчас под Пелес. Это дает хоть какое-то понимание по происходящему. Кеннис ловит Нео. Буквально за 3 секунды до раскрытия смока в окне. И вот уже, по-моему, французы наметили выход под финишную прямую. Ну, хотя Бяло забирает одного из игроков. Молотов был Хэппи, но фраг этот ничего не решил. Хэппи был в яме. И, ну, у него такая просто роль люркера была. По позиции бомбы мы можем сделать подобный вывод. Апекс неплохой. Молотов, хотя, возможно, и плохой. Тасс, увидев, что раскидка идет из андеграунда, просто сделал контр-выпад. Ну, вот если бы флешку не доставал, скорее всего, убил бы. Но он пытался вторую еще накинуть в окно. Гранатку. Ну, это, наверное, было роковой ошибкой. Паша, два хэдшота. Последний Кеннис. Ну, вот тут не было понимания по Тазу. В прицеле стоял. Таз его казнит. И рано начинают радоваться фанаты Энви. Ну, возможно, они еще не начинают радоваться. Да, действительно, предыдущий девайсный раунд был красивым. Но этот раунд не менее красивым можно назвать и в исполнении команды Virtus.pro. Все-таки здорово. Паша затопил по коврам Б, похоронил обоих. Ну, и, конечно, весь раунд Энвиас пошел наперекосяк. И снова, что мы видим? За последние четыре раунда Энвиас сыграли три экономических. Это третий. У них был всего лишь один девайсный. Точнее, нет, два. Правильно, ну да. Они же выиграли один, один проиграли. Значит, за пять раундов у них уже третий экономический. Так и есть. Катастрофически не хватает денег, не хватает установленных плентов сейчас Энвиас. Вроде бы есть додумки, но почему-то очень мало бомб мы сейчас видим. Практически их нет, на самом-то деле. Ну, и как у команды Virtus.pro в первой половине. Здесь тоже можно сделать такую ремарку. Ну, и с чего у нас здесь начинается экономический раунд команды Энвиас? Размена. Apex на Taza. Ну, Happy стал жертвой. Бялый поджимает в спину. Здесь, конечно, Virtus.pro тушеваться не собираются. Осознавая, что соперники без девайсов находятся на мидле. Этот самый мидл просто поляками прожимается. 13-12. Очень интересная игра. Особенно в контрасте с Коблстоуном, где мы от Virtus.pro не увидели фактически ничего. Да, и на трене 16-2 они сегодня отлетели. Вообще мы отмечали день абсолютно неудачный для польской команды, но они нашли в себе силушки. Дают камбэк. Всего лишь один раунд преимущества в активе Энвиас. И они идут в центр. Они постоянно тут плохо размениваются, но все-таки пытаются драться за мидл. Ну вот, возможно, сейчас получится. Вы посмотрите. Таз пошел прожимать к нему. Здесь, однако, не были почему-то готовы. В первой половине Энвиас делали то же самое. Те же позиции занимал Апекс. И как он свои фраги делал, так и Таз сейчас свой нашел. Хотя вот плюс это или минус, ведь Таза тут же забрали. Это уже вопрос более интересный. Наверное, плюс. Снекс находит Сиксера. У Нео хорошая позиция в апдауне. При этом, как для Снайпера, она, наверное, нечитаема. Нет, Нео вырубает. При этом Кенни с двух тычек буквально. Вот это да. Энбикею там немного дэмэджа в смоук залетело, но он все-таки пытается пройти под Б-плэн. Тут у нас одинокий Паша Бицепс. Хелпа все еще далеко. Нужно перестраиваться под шорт. Там уже справа игрок Паша. Развалил Энбикея. Да ладно. Там остался красный. Можно повесить хэдшот. Еще и хэппи. Паша Бицепс справляется и с этим. О, боже мой. Кеннис 1-2. В принципе, Паша настрелить в состоянии. У него 57 секунд. Можно и вообще уйти с другой стороны. Его должен подлавливать бяло. И вот к этому Кенниса судьба уже не готовила. Что, кстати, интересно. Почему это он не ожидал поджимов с мидла? Наверное, тайминги были не те. Именно поэтому он решил, что мидл вторым игроком будет заниматься в последнюю очередь. Он выходил очень открыто. Его по факту из фода могли убить так же, когда он в шорт выпрыгнул. Парень в окне мог его слышать. Ну, в общем, классно. За счет Паши Бицепса, великолепной обороны буквально в одиночку под Б-плэнтом, сейчас Virtus.pro выравнивают счет. И Envy, им нужен просто девайсный. У них постоянно эко, 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 эко. Всю половину денег нет. Это большая проблема. Но пока же у них очередной экономический раунд. И счет 13-13. Такой скользкий и непредсказуемый. Вы в чате напишите, за кого же вы тут пришли потопить. За кого вы топите и болеете во второй карте. ВП это или Envyas. Посмотрим, сколько же болельщиков команд здесь есть. Ну, а Snacks покажет нам, как делать фраги с АВП. Но он забирает MBK. Они вообще хоть раз в мидле хорошо разменялись или нет? Меня вот эта статистика интересует. По-моему, все время выходят мидл. Если выходят мидл, Envy round сливается. Не удается ни с пистолетами, ни с девайсами закрепиться в центре. Вообще без шансов. Ну, может быть, хоть Таза сейчас получится забрать. Нет, Сиксер отлетает слишком рано. Здесь очень здорово в паре сыграли Таз и Нео. Пока Таз байтил внимание в коннекторе, Нео отстреливал соперников с окна. Ну, и тот и другой нашли по своему фрагу. И, конечно же, в матчу устанавливается пауза. Тактическая от Envyas. 95%. Ну, ни один из игроков не вылетел. Да, конечно, MBK эту самую паузу прописывает. Вот, наконец-то, и Envyas начинают немного нервничать. Вторую карту отдавать не хочется. Еще на начало первой мы рассчитывали, что... Ну, не то, что рассчитывали, мы озвучивали статистику. У Envyas в группе второе место, у VP третье. При этом очков у них было одинаковое количество. До того момента, как у Ballstone был выигран Envyas. Ну, а если Virtus.pro сейчас отожмут мираж, по очкам все снова станет одинаково. Да, Virtus.pro забирают те самые ключевые раунды. Envy, как мы видим, так и не показали нам даже минимальный стрик. Есть какие-то два отдельных выхода удачных. Но, по факту, их атака еще хуже, чем нападение Virtus.pro. И это печальное, на самом деле, зрелище. Интересно, вот как повлияет TeamTalk. Потому что, ну, если они опять пойдут в миддл, опять отдадутся, то это будет фиаско. Все, он пауз на экранах. VP в шаге уже практически от победы. Потому что закуп в ноль, закуп судьбы для французов. Ну и посмотрим, сможет ли кто-то поднять над собой французский флаг и повести в атаку или нет. Ну, возможно, что-то получится у Kenny S. Хотя, знаешь, что я заметил? Пока вот вернемся немножко к снайперам. По-моему, WVP мы еще не видели. В матче против Virtus.pro.in.v. на первой, не на второй карте. В основном парни стараются такое не делать хэппи. За счет смоков своих тиммейтов уже занимает шорт. Проходит все дальше и дальше. Но на коннекторе, вот, по-моему, смок не идеальный. Но, с другой стороны, MBK находится на Экса. Куда-то вываливается Апекс. Это выход Бэтмена у нас сейчас на экранах. Как мы видим, вновь серия фрагов в пользу команды Virtus.pro. Но есть надежда на Kenny S. Находит, мажет. Но тут не то, что мажет. Ему деревяшка помешала как раз-таки. Но если попал в голову, наверное, убил бы сквозь деревяшку. Не, сквозь деревяшку, да. Но нельзя просто это промахом назвать. Это он просто не попал. И оп! Паша все-таки Kenny S забирает. 15-13. Матч-поинт для Virtus.pro. Но раунд вот был какой-то чудовищно несуразный. Virtus.pro, опять же, мы подмечали не в первый раз. Занимают упорные позиции на планте. То есть они занимают не столько там Delpan, Jungle, Stair. Сколько просто сидят в глубине точки А. И принимают выходы от NVS. Это показывала практика всей второй половины. Ну и, несмотря на это, сейчас NVS вывалились. Как будто там игроков Virtus.pro быть и не могло. Я думал, после TeamTalk нам французы покажут еще один нашифрованный раунд. Помните, они раскидали А, вернулись на Б, туда-сюда бегали. И это получилось. Это был один из двух взятых раундов, на самом деле, в этой половине. Но нет, был выход топорный, простой, мимо кассы. Правда, вот сейчас на стрельбе наконец-то получилось. 2-3 безответных минуса. Вот сейчас уже были готовы. Действительно, вывалились на стрельбе. Ого, Нео, Нео, что ты топишь? Как это произошло сейчас? Он с шарта через коннектор сделал два фрага. При этом зачитал третьего. Тут же повесил ему хэдшот. О, боже. Филипп, Нео, Кубский снова делает это. Лучший игрок десятилетия в 1.6 сейчас выводит свою команду на ситуацию 2 в 2. Вот это да. Просто как песок сквозь пальцы сейчас вытекает этот раунд из рук Энви. Нео до конца, как мы видим, будет тащить. Есть инфаха, Ешка, Молотов полетел на КТ. И 1-1. Нео достает Дигл. Нет, все-таки с СМ-очкой. Пытается играть на сколько? А мы дает ваншот по Сиксеру. Это жесть. Времени хватает ли? Вот в чем вопрос. 3-2-1. Нет, не хватило. Но хорошая попытка Нео. Фантастическая попытка. Филипп. 15-14. Он сделал максимум, обеспечил квадрокил и буквально какой-то секунды не хватило. Ой, если проиграют эту карту Virtus.pro, это будет супер досадно на самом деле. Такие сверхчеловеческие усилия, но раунд все-таки за Энвиас. Интересно, смогут ли взять 15-й, потому что пока серии во второй половине французы нам особенно не показывали. Какие-то одинокие взятые девайсные раунды, но концепции в целом не прослеживаются. Но сейчас они решили, что через мидл им играть, наверное, противопоказано. Практика прошлых раундов это показывала. И сейчас решили сыграть такой вот старой схемой. 4 пода, 1 под антеграундом. Ох, как вовремя Хэппи ушел. Сейчас бы сидел его, скорее всего, Снэкс бы там отстрелил за ВП. Но нет, Хэппи на опыте. И будет очередной выход под базу А. Я ли хотел дать молотов, но увидел дым. Что понимание пришло. Втроем на А. ВП, но позиции, кстати, дальние. Ну да, Вертус Прой сейчас уже решили не рисковать. Но, походу, это не помогает. Бял уже отлетает от Сиксера в упоре. НБК пытался продавить. Таза, но Виктор Войт, используя случая. Мало того, что забрал НБК, еще и Апекс попал под раздачу. 3 в 3. При этом красный Сиксер, Хэшка немножко не туда. То есть по Сиксеру, по-моему, этой самой Хэшке попали на минус 1 хп. Не помешает Сиксеру эта Хэшка. Занимает, мы видим, он позицию под балконом. Его, тем не менее, находит все-таки Нео. В большинстве польская дружина. Еще, но Нео хочет победить. Слушай, какой сейчас Нео Кэри. Просто в соло тащит свою команду. Хэппи не то, что прям нечитаемая позиция. Позиция-то как раз довольно читаемая. В свете того, что Бомба стоит под джангл. Паша открывается туда, получает хэдшоты, но остается красным. Винсент Шопенгауэр понимает, что Бомба дефюиста. Времени у соперников немного. Пытается просто разманцовывать, но Нео просто бог. Это 16-14 и победа команды Virtus.pro в четвертой, заключительной для себя на сегодня карте. Браво, браво, поляки после провальной первой половины все-таки перевернули карту Мираж. За камбэчили и в последних раундах буквально Нео удивил, я думаю, и свою команду, и всех, кто смотрит эту трансляцию, вытащив последнюю ситуацию. Да в квадрокилл в предпоследнем раунде Нео выше всех похвал. При этом, если я не ошибаюсь, матчи против G2 Нео совсем себе никак не показывал. Он не мог включиться, играл он очень слабо, где-то не ловил там свои тайминги. Ну и по итогу Virtus.pro матчи против G2 проиграли. Здесь же он включился, ну и можно сказать в соло. Не дал команде NVAS как минимум выйти на овертайм. Ну и что же у нас по ситуации в группе? NVAS выходит на первое место, вот это да. Да, у нас битва лидеров получилась сейчас на экранах. NVAS VP имеют одинаковое количество поинтов, но у французов еще целых две игры в запасе по сравнению с польским коллективом, которым, по-моему, всего-то две карты и осталось до конца. Не знаю, хватит ли им этих очков для ландфинала. Вот 8-8 статистика, ну такая печальная. Надо 10-8, тогда да. Но 8-8, по-моему, будет маловато все-таки. Да, но как бы там ни было, матч на сегодня у нас не последний. Далее нас ожидает невероятное и фантастическое противостояние команды FACE и G2. Этим, скажем так, этот матч и станет вишенкой на торте. Матча сегодня у нас было много. Ну и согласитесь, FACE клан и G2 это команды, которые сейчас достойны внимания и интересны к просмотру. Да, команды стрелковые, команды интересные. Есть яркие персонали, есть любопытные задумки как у FACE, так и у G2. Я думаю, завершение дня нас не разочарует, так что далеко не разбегайтесь, мы вернемся вместе с командами.